Своё эссе по поводу серии картин «Бармана Достоевского идиот» я назвал так – «Пробоведи искренности». Первая часть этого эссе заглавлена «Реанимация с жизнью». Что такое гениальные образы литературе? При сравнении с ними мир, который мы видим, а это большей частью ложный мир, потому что большей частью в мире творят банальности, а банальность есть не что иное, как отсутствие истины. Но это не так. Банальности – это настолько распространённые истины, которые нуждаются в том, чтобы их уточнять гениальным взором гениального писателя, как Достоевский. И вот тут возникает и как раз гениальный образ литературы, который при этом ложный мир банальности как бы увидает, потому что возникает более свежий, более гениальный взгляд, более истинный взгляд на мир. Вот этот ложный мир увидает, как цветок без корней под солнцем. Так я это сравнил с моим эссе. Роман «Идиот» заострил парадоксальную особенность человечества. Ну, за дурака считать умного или искреннего человека. В русском фольклоре это ничто иное, как сказки про Иванушка-дурачка, который всем кажется дурачком, потому что его братья и женятся, и у них прекрасное хозяйство, а он на печи сидит, не женится и дурака валяет. Но, как только возникает трудная минута, то не братья спасают царство, а именно Иванушку-дурачок спасает царство и женится на принцессе. Вот. Умного считают дураком. Откуда такие взялись заблуждения? Ну, с одной стороны, это результат цивилизации, потому что цивилизация, она двигается во многом за счет рынка, а рынок есть ничто иное, как страсть к наживе, а страсть к наживе ведет к хитростям, а хитрости ведут к спекуляциям, а спекуляция – это ничто иное, как заблуждение. Ну, с другой стороны, это же цивилизации, идеологини, которые вскрывали все эти ложные покрывала меркантильности, которые захватили рынок и средства информации и показывали на своих образах, как же все обстоит на самом деле. В Испании Сервантес и гениальный писатель создал образ Дон Кихота. Но в этом романе испанский писатель балансировал между возвышенными фантазиями героя, дворянина и рыцаря, ну и низкой обыденностью меркантильно-обывательского мира, где живут парикмахеры, булочники, которым совершенно нет дела до благородства и рыцарства. Вот, столкнув эти два мира, Сервантес дал вот этот образ рыцаря Дон Кихота. И драгоценность показала этого мира рыцарства и отвратительную пустоту мира, где нет ничего возвышенного. Достоевский же дал нам образ князя Мышкина и дал ему сразу название. Ну, не дурак, а идиот. То есть с точки зрения обывательской, обыкновенных людей, которые позабыли свои мечтания, позабыли свои грезы, позабыли мир сказок, что надо поступать благородно и красиво. Вот, с их точки зрения, искренний человек, самый искренний человек на свете, князь Мышкин, вот он, кажется, идиотом. Он говорит то, что он думает. А все уже давно забыли, что такое искренность ради карьеры, ради торговли, ради общественного мнения, сформированного карьеристами и торговцами. Ну, что такое князь Зон Кихота, князь Мышкин? Это не просто образы истины, но это образы реанимации жизни. Потому что если мы не будем искренними, если мы не будем честными, если мы не будем благородными, то мир, делячество и карьеризм приведет нас к катастрофе. Ну, и в романе показано, как этот мир, делячество и карьеризм рушится, как дым, и умирает в агонии. Вот образ Ганечки, который встречается с князем Мышкиным, как раз и показывает нам этот мир, гибнущий в катастрофе, рядом со столкновением, с искренностью. Может, все кандидатуры Ганечки, чтобы на них жениться, все они рушатся, потому что возникает искренний человек, князь Мышкин. И девушки, видя искренность с одной стороны, а с другой стороны именно карьеризм, Ганечки, они, конечно, от Ганечки отворачиваются. То есть происходит катастрофа. Все женщины отворачиваются от карьериста. Потому что они видят честного, искреннего человека, и это их больше привлекает. Ну, наивен и с деньгами простодушный Рогожин. Хотя Анастасия Филиппина ушла вместе с ним. Но сердцем она тянется к беззащитному, бессеребрянику князя Мышкину. Ну, что означает, что вот мастеры интриг Ганечку отвергли женщину? И Анастасия Филипповна, и Аглая, они ведь не просто отвергли, они его, ну, как бы, они предпочли князю Мышкину. Они увлекаются его искренностью, драгоценнейшим качеством среди людей. И это значит, что отвергла его природа. Ганечку отвергает природа человеческая. Вот к чему нас подводит гениальная пера Достоевского. Она показывает, что меркантильность, расчетливость, карьеризм, манипулирование. Ничего не стоит, как дым. Что это? Пустота. И отсутствие жизни рядом с искренностью. И только искренность есть и жизнь. А остальные фантазии, иллюзии. Вот это и есть основной урок человечества. Со стороны Достоевского. Вот здесь такой из-под заголовок у меня в СССР. Урок прозорливого видения праздничного мира создателем. Работа над романом «Идиот» мы разделили таким образом. Татьяна Ли, моя жена, читала мне вслух этот роман. Голову за головой. А я делал эскизы ручками в бумаге. Потом шел Калстой, изображал то, что меня поразило или восхитило в этом романе. Я, например, давно говорил, что мир Создателя, то есть Господа Бога, который Он нам создал, он идеален и праздничен. И вот я нахожу это подтверждение в своей глупой, может быть, мысли, как я думал. Или, как думали другие, у Достоевского. В словах князя Мышкина, этого просто сердечного, искреннего героя, который не мог себе выбирать собеседников по своему характеру. А со всеми он разговаривал, он не знал меру в своих откровениях. Иногда они казались не кстати, вот когда он сталкивался с Ганечкой, но не кстати с карьеристом, говорить об искренностях. И сталкиваясь с разными персонажами этого мира, князь вдруг заявляет, разве можно пройти мимо дерева и не быть счастливым? Вот как раз эта мысль Достоевского, что мир – это праздник, мир – это счастье. Ну, могут люди возражать и говорить, посмотрите, сколько страданий в этом мире, какое тут счастье, мир несовершенен, который создал Господь Бог. Но я скажу, нет, извините, пожалуйста, это все ошибки человечества, это не ошибки Господу Бога. А вот вы через свои ошибки, Господь Бог дал вам право выбирать, и вы иногда выбираете неверный путь. И тогда появляются такие ошибки, как ужасный Гитлер, который жег печи с людьми, с инакомыслищими, чем думал он. Вот, то, что в одной строке, в одном гениальном предложении, какое поэтическое прозрение, совершенство мира Создателя, разве можно пройти мимо дерева и не быть счастливым? Но эту же тему вдруг и прозревает Настасья Филипповна, говоря, что вот все художники рисуют Бога по евангелийским сюжетам, а я бы просто нарисовала бы Бога и рядом с Ним ребенка. И когда я решил воплотить идею на холсте, я понял то, что уже может увидеть глаз ребенка, стоящего рядом с Создателем. Вот именно совершенство этого мира и его праздничность. Одна поэтесса мне как раз и сказала, что как-то странно видеть в этой серии твоих картин по Достоевскому, такие яркие, детские, краски. Как это может иметь отношение к сумрачному, туманному, как туману Петербурга Достоевскому? Нет, нет, это вульгарное понимание Достоевского. Достоевский открывает нам праздник этого мира устами своих героев. Мелочное и возвышенное. Если князь Мышкин внес в окружающих беспокойство, как дальше жить, после того, как сняли покрывало с мира устами простосердечного героя, и Аглая, и Анастасия Филипповна отвернулись от Ганечки, они всем сердцем потянулись огордить беззащитного человека, его простосердечность, и не хотят отказываться от своего беспокойства за судьбу князя Мышкина. Аглая так и говорит. «Я вчера все время беспокоилась за вас». Вот это стало сюжетом для картины. Почему? Да потому что он беззащитен. Не только перед карьеристами и манипуляторами. Он просто вообще беззащитен. Он может задуматься под этим неожиданным вдруг приливом каких-то множеств мыслей просто споткнуться и упасть в Неву или в овраг, и удариться головой о камень. То есть Аглая почувствовала драгоценность, которая может в этом хрупком мире нечаянно погибнуть, если ее не оберегать. Вот соединяются мужчины и женщины для того, чтобы оберегать друг друга. Вот. Поэтому Аглая и беспокоилась за князя. Но в это время незначительные персонажи занимаются незначительными делами. Кто-то насмехается над бедным отстанным генералом, что вспоминал себя ребенком в 1812 году. Над ним смеялись и говорят, да, 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 а я похоронил ногу в 1812 году. Ну вот я нарисовал эту картину, как насмехаются над ним с этой ногой похороненной, и как две женщины над Петербургом метутся, беспокоясь за беззащитного князя Мышкина. Что искренность и честность беззащитны в этом мире. Вот. Но эти обыденные пошлые стычки, которые изобразил Федор Михайлович, эти издевочки всякие, неглубокие и посредственные, они только больше подчеркивают транзитную драгоценность, беззащитность и искренность человеческого сердца. Князь Мышкина – это чувствительнейшее сердце. И оно происходит чудо. Искренность пробуждает видение глубины этого устройства, этого мира. Да, а вот среди этих серий картин одна была абстрактная картина. Случилось это так, что мне подарили холст для печати. Ну и надо было попробовать, прежде чем рисковать, рисовать на нему картины, потому что холст был предназначен для печати на принтерах, а будет ли держаться на нем краска – неизвестно. Не будет ли она отскакивать. Я нарисовал просто абстракцию, но на тему все-таки Достоевского, чтобы посмотреть, какое же будет сцепление с холстом. И я взял тот эпизод, когда князь Мышкин заявляет, мне с утра виделись какие-то все время глаза, глаза, глаза. Ну, на фоне князя Мышкина разворачиваются во всем блеск и другие персонажи. Важные господа, которые обалдают капиталами, это бывший воспитатель бывший воспитатель Анастасия Филипповна. Я потом в дальнейшем ее совратил, стал ее сожителем. Вот. И мы видим, что обеспеченность и как бы гладкость дорог богатого господина, она не гарантирует ему дороги к счастью. Поэтому я изобразил, как стоит Анастасия Филипповна, отшатываясь от богатств этого человека при его неискренней любви. и князь Мышкин рядом стоящий готов поддержать в любую минуту Анастасию Филипповну, хотя по деликатности держит руку позади. Из-за деликатности. Ну вот, они стоят на обычных облаках, а вот этот богатый господин на выровненном облаке. Оно как бы асфальтированное облако, ровное, но мы видим, что кругом обрыва этот облако не гарантирует ему дороги к счастью. Вот. Но это видно только рядом с искренностью, когда искренностью увлекаются две женщины, прекрасные Аглая и Анастасия Филипповна. Тогда мы понимаем призрачность этих ровных дорог богачей. Неожиданно обсуждается и христианство в разных проявлениях, и католицизм вдруг не укладывается в понимание христианства. И что мешает? Я подумал. Я подумал, что мешает понятие интеллигенции. Я прочитал множество статей, и все статьи начинались одинаково. Ни в коем случае не надо путать, что индульгенция это расплата деньгами за свои грехи. Почему такое предисловие? Потому что внутри есть несомненная связь, что человек платит за индульгенцию, и ему как бы отпускаются грехи. как бы они ни крутились, эта связь, она существует. Дальше у меня в СССР написано, но надо прощать и любить и любить даже врагов, а тем более заблудших, несчастных богачей. их пожертвования опять-таки не могут так легко разрывать их связь с теми грехами, которые они совершили. Так что во всяком гениальном произведении здесь мы видим, как все рушатся ложные представления в области теологии и торжествуют истинные пути жизни. Бесконечность чувства любви можно создавать или счастье, или открывать звездную пропасть мира. Вот так я заглавил финал этого произведения. Финаль это произведение князь Мышкин погибает. Он погибает, мы видим его сидящим в кресле, у него течет сильная изо рта, глаза смотрят в бесконечность, что с ним произошло? произошла катастрофа с человеком. Откуда, почему катастрофа? Казалось бы, на ровном месте. Его любят и Аглая, и Анастасия Филипповна. Чего же еще надо? Но вот эти переживания за этих женщин, за Аглаю, за Анастасию Филипповну, эти переживания за двух женщин, эти как бы две гигантские галактики приблизились к хрупкой душе князя Мышкина, и она рассыпается в космосе. Вот, то, что последняя картина, это распадающийся князь Мышкин. 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 Мышкин.